Девушки отдыхают Девушки отдыхают Всем слышно? Я с микрофоном часто работаю Спасибо Расскажу впечатления о турнире И те недостатки, которые есть Очень большой недостаток у многих в игре черных игроков Потому что практически все на всех столах делают статические договорки Что такое статическая договорка? Это то, что мы делаем Мы заказываем ночью 3 цифры, 5, 3, 7 И потом очень сложно передоговориться Независимо от того, шериф или не шериф Сильный с тобой игрок или слабый игрок Поэтому для черных игроков статическая договорка очень слабая Эти победы нивелируются В том, что уровень игроков многих был довольно слабый красными Но красных побед много Только потому, что черные не могли эти онлайн договорки делать Если бы была возможность эти онлайн делать Я думаю, что черных побед было бы 3 четверти Расскажу теперь основную цель Что такое онлайн договор? Из трех мафий Один обычно дом Может делать заказ Только по речам Он слушает речи на нулевом круге И обычно на речи Если сидит на позднем номере этот дом Он слышит все речи И можно точно определить Кто не является шерифом Как это делается? 10 игроков 3 мафии Осталось 7 игроков Дальше В процессе нулевого круга Обычно шериф не дает жестких позиций Он не становится в баланс ни с кем Он не говорит, что это точно черный У шерифа обычно немного смазанная позиция Потом есть ряд игроков Которые считают себя умными И просят часто кого-то на проверку Конечно может быть умный шериф Который себя таким образом попытается убилить Но в меньшей степени Потом кто-то Кто хочет себя окраснить максимально Вот как у меня в последнем партии Игроки 1 и 2 сказали Я обычный мирный житель Я обычный мирный житель Итак, вы сидите доном У вас из 7 человек вы должны назначить шерифа У вас есть 2 обычных мирных жителя Они не шерифы Еще какой-нибудь 1-2 человека Просит кого-то на проверку И еще кто-то попросил Дал жесткую позицию И по факту у вас выбор между шерифами Обычно между двумя Редко когда между тремя Вы назначаете одного Проверяете второго И у шерифа по факту не больше, чем 2 проверки 1-2 Всех черных он не найдет Шансы очень большие Или вскрыться против него Или же просто отстрелить И потом кто-то из черных досидит Понятно Как находить шерифа дома? Я вам попытался вкратце объяснить Есть очень много ответвлений Но я не буду занимать на это время Теперь, как же это сделать? Есть варианты Основных два вида динамики Есть динамика речевая И есть динамика То, что вы показываете Речевая динамика гораздо проще Потому что бывают столы круглые Бывают столы прямоугольные На прямоугольных столах Может мафия таким образом сидеть Например, как за этим столом 1-4 Если, например, 4 дон Ой, 2-4, например Если 4 дон Двойка может маяк не увидеть Потому что они сидят в одном ряду То есть, когда дон заказывает Если стол круглый Ну, тогда можно делать Если стол прямоугольный И мафия сидит неудачно То неправильно делать динамику То, что вы показываете Только речевая Варианты речевой динамики Их очень-очень много Я говорю среднестатистическую Для более простого варианта О ком ночью просыпается Дон показывает, что он дом Говорит, о ком я поговорю о первом Того и стреляю Можешь показывать это на жестах Чтобы люди понимали? Как это показывается? Я дом Я говорю, о ком я поговорю о первом О ком я дом Показывается, кольцо Я дом Все понимают, что я дом О ком я поговорю о первом Так, так, не важно О ком я поговорю о первом Тот стреляется Каждый круг Важно в этой ситуации обязательно проговорить, если вдруг получится ситуация, при которой меня отстрелят, а я назначаю динамику, то я должен потом сказать, что если я уйду, то потом ты, другой своей мафии, да слушайте, на голосование, не важно, меня уйдут, меня нет, моя другая мафия должна понимать, что им делать потом. Поэтому я, как Дон, обязан назначить свою вторую мафию, сказать, что если меня не будет, то ты, о ком ты поговоришь о первом. Понятно? Это очень важно. Очень часто ситуации, при которых шерифы вскрываются, уходят шерифы, потом мафия мажет и знает, что делать. Четко должна быть на договорке проговоренная ситуация, при которой предстрелит Дона, мафия знает, куда стрелять. Обязательно. Никто этого не делает вообще. Это проблема. Один раз на какой-то игре кто-то попытался и все равно этого не сделал. Вот. Далее. Есть динамика чуть-чуть, ну, если там три раза подряд кто-то говорит о первом, и этот игрок стреляется, это странно. Ну, если об этом думать. Поэтому бывает чуть-чуть более сложная динамика. О ком я поговорю? О первом плюс один. Я начинаю свою речь. Игрок номер пять мне очень подозрительный. Стреляется шесть. Не сложно. Важно мафии просто слушать своего Дона. Если он убит, надо сказать таким образом. Мне кажется, игрок номер пять уходил по черному. Я очень жалею, что игрока номер пять отстрелили. Мне очень нравился игрок номер пять. Вариантов очень много. Вот. Проблема, знаете, когда? Когда вы игрок номер пять, а вам надо, у вас динамика один плюс один, а вам надо отстрелить шестого игрока. И вам приходится говорить, как я люблю цифру пять. Я люблю играть на пятом номере. Вот это проблема. Когда вам нужно про себя говорить. Пятый номер, это мой фартовый номер. Э, нет. Тут такая ситуация. Я должен номер сказать. Фраза «я мирный» не звучит. Непонятно. Я сижу на этом столе. Вариантов много для фантазии. Но это странное начало речи. Мне говорят, игрок номер пять черный, к примеру. Ну, да. То есть, вариантов много. Но это немножко режет слух. Вы понимаете, к чему я говорю? Я игрок номер пять. О, отлично. Фантазии. А если я игрок номер пять, можно сказать, играйте с номер пять. Ну, все, я хороший. Но просто это странно. Но так надо делать все равно. Теперь. Точно так же. Можно говорить, о ком я поговорю? О первом плюс два. Чуть сложнее. Чуть сложнее. Это не страшно. Но так тоже можно делать. А если первым надо отмечать? Девятый. Если договорка, о ком я поговорю? О первом плюс два, то заказывается игрок номер девять. Девять плюс два уходит первый. Понятно, да? Теперь. Динамическая договорка. Бывает. Можно сделать чуть-чуть сложнее, когда вы попадаете за сильный стол. Можно делать плюс, а можно делать минус. То же самое. О ком я говорю? Минус один. Это несложно. Но к этому прийти странно. Ну, то есть, еще и минусы. Это сложно. Это несложно понять. Минус невозможно понять. Нет. Там и тон, я не поливаю. Нужно и корень извинять. Ну, я вам минусы не показывал, когда я дон. Я этого не делал. Я смотрю приблизительно, когда я просыпаюсь. Важно еще, послушайте меня, пожалуйста. Бывают ситуации, когда дон сидит на начальном номере. И это проблема. Вот. Потому что дон, ну, условно говоря, я сижу на втором номере. Я на нулевом кругу, я не слышу. Но я понимаю, что мы по рассадке сидим, мне нужна динамическая. Поэтому мы, предположим, мафия. Два, три, девять. Тогда я им показываю, что сначала, о ком говорит игрок номер девять. О первом плюс один. А на следующий круг, о ком я поговорю, о первом плюс один. И далее, о ком буду говорить я. Потому что игрок номер девять уже послушает весь стол. О ком игрок номер девять слушает весь стол. Я доверяю игроку номер девять сделать заказ. А ты можешь передать донство просто ребятам? Донство можно передавать. Значит, теперь бывают ситуации такие. Как передает, давайте еще про договорки, еще маленький момент. Отвечаю вам. Тут вопрос-ответ, и обычно так и делается. Бывают ситуации, когда вы договорились, что я дон. Но я вижу по столу, что мне никто не верил. А другой моей мафии верят. И если я вскроюсь, со мной играть не будут. Тогда я показываю. У меня мафия сидит. Одна справа, одна слева. Как делается? Пример привожу. Я прошу, если я сделаю вот так. Моя левая мафия скрывается шерифом. Я себе правое ухо потрогаю. Моя правая мафия скрывается шерифом. Потому что мне, я хочу, ну то есть, версию моего донства никто играть не будет. Мне нужно... Мне нужно, чтобы один мой увидел. Какая разница? Второй и так поймет, что свой. Я посмотрю, я дам маяк тому и сделаю вот так. Я могу сделать ухо, я могу сделать глаз. Я могу сделать какую-то договорку там. Ну там. А они будут всегда на тебя смотреть, когда ты сделаешь так? Ну если я понимаю, что мне нужно, я привлеку внимание той своей мафии любым каким-то вариантом, жестом. Эй, друг. Все, он поймет, что ему нужно делать. Я ему еще покажу по возможности, какие дать проверки, если мне будет нужно. Потому что он же не знает, какие проверки дать. Но по факту в таких ситуациях ему удобно со мной разойтись. И он в данной ситуации говорит, да? Он висит 9, там 24, он говорит, два черные. И тут сразу скакивает значок шерифа. У меня есть другая проверка с кем-то. Тогда, если игрок номер 9 правильный, оп, я не шериф, все, стреляем шерифом. И тогда я досижу. Я его черная проверка, я досижу. Это называется провокация на вскрытие шерифа. Поэтому, если вы играете шерифами, не надо спешить со значком с выскакиванием. Это не нужно. Ваша роль самая ценная за столом. Только в критический момент, когда вам никто не верит, и вам не с кем играть, вам уже тогда нужно скидывать значок. Только в этой ситуации. А в другой ситуации вы себя берегите. Это вы самый важный игрок за столом. Задача мафии просто убить шерифа первую-вторую ночь. Бывают, конечно, ситуации, когда точно все идут не туда. И вот как в последней партии, у меня он сидел на четверке, он был шерифом, никто с ним не играл. И у меня была проблема, я был черным. Я был черным, я понимаю, у него команды нет. И мне надо, чтобы мои черные как-то сказали, что он может оказаться шерифом. А тут все, все играют по моей версии. Я с четвертой. Я субь, что точно идет. Вот, поэтому тут тоже проблема. Черные должны, когда нужно, они должны голосовать вместе. А на речах можно расходиться. Голосование вместе, а речи расходятся. Так, дальше теперь. Все, вернулись к онлайн-договоркам. Вот вопросы, значит, смотрите. Динамические договорки я вам рассказал. Теперь я вам буду показывать договорки в статике, если вы удобно сидите. Я вам приведу примеры, о которых вы, в общем, многие, наверное, не знали или не думали. Я уберу микрофон, потому что мне нужны две руки. Хорошо, ты этому чуть тише слушайте. Я отключу его. Не, не, не надо, не надо. Так слышно. Итак, пример договорки, когда нужна договорка не речевая. Я уже там за одним столом показывал ребятам. Их вариантов, этих вариантов очень-очень много. Вариант первый. Он более сложный вариант. Две руки. Я показываю сердце. Начинается. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Идет речь. Я говорю, что я на речи игрока там много. Девять. С левой руки. С сердца. Мы обычно играем не в Израиле. Поэтому с левой руки. Я показываю, чтобы моя мафия слушала все речи. Что когда будет говорить гроб номер девять, я покажу, у кого стрелять. Всем понятно? Условно. Давайте вот вам. Вы мне понравились. Вот. Понятно, куда стрелять? Я думаю, что мы посчитаем. Девять. 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 Вот это беда. Девять. 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 От сердца. От сердца начинается. Девять. Потому что когда сидит циркальная мафия друг напротив друга, бывают путаницы и считают, что это четыре. Поэтому я всегда показываю сердце. Стреляем девять. Стреляем три. Очень сложно это понять. Никто не догадается, что я чешу себе здесь. Это уходит игрок номер три. Это сложно. Так что на финале все-таки... Я долго чесать не буду. Я скажу, я на речи игрока номер девять. И на меня должны обратить внимание только тогда, когда говорит игрок номер девять. Что я здесь чешу. Остальное время на меня можно не смотреть. У нас просто есть такой жест, когда кто-то показывает, что ездит в стену какому-то игроку. Ну, кто-то есть такое. У всех есть свои. Тут такое дело. А если на чьи пришел на первом номере? Я мафия знаю. Игрок номер тогда на следующем. На десятом буду показывать. Не важно. Я начну, они поймут, что если девять нет, все равно, когда нужно показать. Они на меня будут смотреть все равно и ждать заказа. Теперь следующий заказ. Очень распространенный в игре. Две руки. Один. От сердца. Один, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, две руки от сердца начинаются. От мизинца. От мизинца, да. Ну и показывать. Обычно, чтобы мафия точно понял. Один, два, три, четыре, пять. Обычно показывать, чтобы не перепутали, что вот это шесть. Ну, чтобы не думали. Вот это десять. Обязательно. Самое важное. Дон обязан после того, как он сделал онлайн договорку, посмотреть на двух своих мафий и спросить. Вы поняли? Вы поняли? Если кто-то говорит, я не понял, все заменить. На статику. Один, два, три. И сделай на статику. Потому что если хотя бы... И самое главное, мафия. Не показать, что ты очень умный. Если ты не понял, надо сразу сказать, я дурак, я не понимаю. Потому что если ты умный, но ничего не понял, и идет три промаха, то дурак не только ты, но и как ты. Свой тон, который почитал, что ты умный. Микрофон, микрофон, возьми. Я не слышу. Вот я сижу. Кто-то говорит, я вот так просто беру. Ну что, не могу костяшку почувствовать? На один. На один, да. Ну, смотрите, фантазии. Я вам привожу примеры. Да, я не костяшку. А если так? Костяшка, ты что-то уже смотри. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Давайте я вместе, смотрите. Давайте я, вы, если вы задаете мне вопросы, я о них отвечаю. Если вы друг с дружкой говорите, то я не могу никак вписаться в ваш разговор. Еще раз. Через микрофон, говори микрофон, да. Они заткнутся все сразу. Раз, раз, раз. Да, давайте с микрофоном. Смотрите, вариантов динамических заказов очень много. Я вам привел просто такие, о которых вы, ну, не думали. Это, это легкие. Они, они несложные. Можно на пальцах показывать. Ну, как угодно. Важно, чтобы вы понимали, что вам нужно сделать так, что у вас есть каких-то 10 понятных вещей и частей на теле, где вы точно знаете и не запутаетесь. У нас обычно был, вот, пожалуйста, там еще пример. Если кто-нибудь с рубашкой, вот молодой человек, волосатый, можно вас попросить ко мне подойти? Можно вас попросить? Да, это вы. Да. Можно вас попросить ко мне подойти? Я вам покажу еще одну. Не говорите волосатый, я дурак не понимаю. Да, я понимаю. Можно вас, не то чтобы стерпись, попросить, чтобы рубашку... А, нет, нет, все, отлично. Отлично. Итак, смотрите, еще какая договора. Вот, он должен сидеть чуть-чуть дальше от стола. Чуть-чуть. Как это выглядит? Смотрите. От сердца. Не сесть? Не-не-не, вы стойте. Левой рукой. Один, два, три, четыре, пять. Если он левой рукой дотрагивается, сверху вниз. Один, два, три, четыре, пять. Если он правой рукой дотрагивается, шесть, семь, восемь, девять, десять. Просто крутят пуговицы. Это несложно. Заканчиваем. Вот, дорогие друзья, вот, я, если у вас будут какие-то вопросы, я потом о том вам буду ответить. Удачи, всем удачи. Спасибо. Я очень рад, что приемлю на переговоры. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok